Что он будет делать сейчас с переводом? Тоже это как, как сказать, чуть грех. Вон еще места. Проходите, не сидите. Я думаю, что когда мы все эти темы взяли на арчике, мы не должны определить точно, что такое и как сделать. Цена зависит от того, что для каждого должно быть свой видение и своеобразие. Для образования, чтобы студенты и учебники поняли одну манер, одну манеру интерпретировать вот это произведение, он будет чуть говорить, одна возможность как интерпретировать. И есть такие произведения, которые не обязательны, но, тем самым, они должны быть уникальными, они должны быть уникальными, они должны быть уникальными. и уникальными. Есть такие произведения, у которых не обязательно есть уже определенная дорога, так ясно. Но все равно надо создать не дорогу точно, так сказать. Надо, чтобы была такая логика, такой ум через все произведения. Я не надеюсь, что все вы согласитесь с этим, но я надеюсь, что, pelo menos, это сделано. Не обязательно вы все должны согласиться, как он думает, но он будет приятно. Конечно, у него будет, он хочет, чтобы, как минимум, мысль была тоже, как он будет говорить. Фриттин nas ganавей, в 1913. Ф, Граставм qе уч International Сон оr, когда онodきова, Гринсс gebracht insight into Инстичную пешку. Фраставм, который и pasa с фулией. Он создал историю. Сейчас мы знаем, под гипниов психология, способно envol�� школabb ingомуELLSСОСп Sanaеву отaley ego puшения. Поэтому мы ausплывому соглашенности для ведDA в Снименек 당연хе. А сегодня мы знаем из-за психологического развития, что дети особенно, они очень, они могут, очень меняются из-за того, например, что происходит в войне. И сегодня мы знаем, что у Британа это происходит. Британа, он написал вот это произведение, когда ему было 23 года. Но когда он был в университете, он участвовал в группе против войны. И вот это произведение, посвященное главным человеком этого языка. И на его взгляде, вот это произведение говорит о том, что как мир можно попасть еще в другую жизнь. Композитор, он сам слушал один раз, только один раз в его жизни это произведение. И впечатление для него, это что для композитора мысли этого произведения не было успешно в конце концов. И, как мы знаем, лет, несколько лет после этого произведения, он обращался еще раз к этому тему, и написал реплим в японском. И в этом теме, что мы будем слушать, это звук бомбы на пиано. И партия Габоя показывает не точность, не инсекюренность. И в этом произведении есть много символизма, и он попробует объяснить вот этот момент. И в теме есть очень важный мотив, который мы должны понять, потому что он тоже не разделен. Вот эти две части, они не вместе. Как связано с человеком, у которых есть сомнения, тогда они не вместе. И мы слушаем такая методичность, такая... Незащищённым. Незащищённым. Да, да. Всех. А таки шага ум лидер политико а... Демонстрадо грань сабидая и суперлитати и... Диски... До того, когда придёт такой главный политический человек и он говорит точно с мудростью, что надо войну. И, как вы знаете, этот дискурс обычно приходит с большей раивой и также с апелом на протецию патрии. И, как вы знаете, обычно, когда так говорят, это очень энергично и тоже говорят за защиту от истины. И, как вы знаете, что этот мотив сейчас когда это происходит, такие мотивы вместе и соединённые. люди, которые начали часть они сомневаются, Они не знали точно куда, сейчас они точно знают и точно они согласят, что надо понимать. Третья часть – это марш, военный марш. Четвертая часть – это военные упражнения, то, что происходит. Мелодии нет, это ужасные, страшные части. Формы нет, мелодии нет, есть как хаос между фортепианом и габоем. Есть, например, фортепианом «Марти, о боге войны». И через творчество «Густав Холста» есть цитация. «Марти, о боге войны». «Марс», да. «Марс». Человек еще не знал куда идти и что. «Марс». 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 «Вс facility». «Бsam». «Р set the language». «лыму». «кум». «Марс». «Марс». «Лыму». «Пятый момент изначально». «Марс». «Пятого года, мои wages. «Марс». «Крой Miami» «Зрэн». «Пятый момент после самого начала». «部ệ vivo». «Марс. «Марс». «Угу». «Марс». «Г Sport». «Pятые chir». А сейчас вот этот мотив будет в Гобои, и каждая нота не соединенная. Как бы, если композитор вам сказал, ну где такая любовь, где такое ощущение, такое сильное ощущение, что вы защищает. Может быть, из-за более крупных, в том, что мы видим, что тема будет представлен обратно. Как если люди подумали, знаете, что у нас есть одно «мор» «мор» «а патрия»? ...что не имеет значения с тем, что он говорит. А может быть, что так как мотив сейчас наоборот, это говорит о том, что люди, они заметили настоящую любовь к Родине, это не то, что он говорил и не то, что он попробовал нам сказать. И следующие две части, это вальс и полка. Это моя честная цель, чтобы показать Вальс и Полька наиболее хорошее, хорошее, мало построенное, которое вы никогда не видели. Следующие две части — это Вальс и Полька. И что Алекс хочет выразить и показать — это самые ужасные, плохо написанные, самые злые, самые плохие и Вальс и Полька, которые вы в жизни будете изучать. Но как Биттен пишет, особенно в Вальсе, партию Габоя, это очень красиво, это очень хорошо он написал, но надо очень внимательно слушать, потому что хотя Алекс будет играть тоже красиво на Габои, но он хочет выразить наоборот. на самом деле, что если кто-то не хочет, это не структура, но структура этого Вальса, на самом деле, это карикатура. Это очень необычно и перепутанно. И, по моему мнению, то, что Биттене будет сделать, что и въем, что, это в результате в том, что эти цепи, будет идти в полную, и в результате, это в последнее время, и в результате, что, если только в Миндаля, в начале, в несколько лет, мы потеряли два или трех лет, и, с этим, с этим, это расстройство и не забывается для людей На его взгляде, что Бриттин хочет сказать, что продолжение искусства, продолжение общества, человечества, с войной это не продолжается. Мы потеряем как минимум, и особенно в этой войне, два-три поколения. Ониządчики, что большая из артумы, это такой раз. Очень сильно. То есть, если бы после войны, когда все будет потерянно, увидим это книжку, которая говорит о бальше, что в 3х4х, или что в полках 6х6х10х10х10х10, и решили же решить. То есть, это не только бальше, это не только у вас, в смысле, на привычной texts, а то есть, в случае, выг reagите и выгоните и выгоните. музыка русская, потому что он линул ливру по мякея. Мы осень, как культура кондессия. И вот эти части, они такие необычные, такие на самом деле плохие, потому что поздней войны, когда человек, это как бы он взял книгу и просто он читает, как написать ваус. Но на самом деле он не знает точно, и книга не показывает точно, потому что это традиция, это надо знать, это было бы как сейчас, если Алекс взял бы балалайку и играл русскую музыку. Он на самом деле может читать, но он не знает. И так происходит поздней войны. И в último элемент это называется resolution. Это очень важно, но это решение, это не конкурсия, это называется resolution. И последняя часть называется resolution, но это не как решение обязательно, не как конкурсия, не как конец, это не как кода. Но это определенность, это когда человек, он выбирает что-то делать. И... И... И в контрасте с герой, его форте пиано является сильно сильным и сильным. Точно так нахожусь. Какие люди не поняли, но кто говорит это, не верит. И в контрасте с тем, кто играет на герой, форте пиано становится очень сильным, с мощным, то есть, самая громкая... И это как, если бы люди не слушали, и просто им не важно то, что он говорит, что этот человек говорит. И в последней ноте произведения есть другой символизм. Потому что у пиано играет сол. У ла на финале как эффект, но, естественно, это очень эффектно. И это эффект, но вообще это сол. И обоэ то по ре. Сол, ре. Мы знаем исторически, что сол ма ёр это более нервная тональность и наоборот, сол ма ёр это ма ёр это ма ёр. И сол ма ёр это маё, а-а-а-же. Сол ма ёр это маё ещё негаё, а-а-же. И Бритен, он не употребляет третью, чтобы каждый человек решил этот минорный или минорный аккорд. Итак, вы будете слушать долго, чтобы мы решили, мы думали, это или минорный или минорный. Итак, мы сейчас будем представить эту работу. Она требует того, чтобы обоисты reinventить свои técники, потому что обоисты обычно не имеют в виду все эмоции, которые я уже говорила. Вот это произведение, которое мы будем слушать, оно просит обоистов, чтобы опять создал технику и как играть. Потому что, на самом деле, в принципе, Габоя не выразит все такие эмоции, все, такие эмоции, которые и есть в таком произведении. И он предлагает всем, чтобы не видели Габоя как конец, как цель музыки, но как в том, как мы знаем, как в этом мире, как в том, как в этом мире. Мы будем думать, как в этом мире, мы будем делать музыку. о том, что можно играть, о том, что не можно играть. Это reduzит нашу музыку, favoreценностью боя. Это ошибка. В мире, в мире боя, всегда есть такие границы, которые определяют, что можно играть и что нельзя играть. И это не эти фронты, эти лимитации. И вот эти границы, они существуют только чтобы габой он звучал красиво. И если мы будем красивенько играть вот это произведение, это совсем не то что надо. Есть такие моменты, в которых он будет играть красиво, а есть такие моменты наоборот, он будет играть очень красиво. И таким как, как десертный театр или кинотаж, и тех же, кто любит, кто любит, кто любит театр, в том числе и театр, он должен быть внутри в роли, тоже ассортиментом, и театр в кино, или в театре, он должен быть внутри в роли, Тоже Алекс будет внутри музыки, в произведении, он приглашает каждого, чтобы тоже это сделать, чтобы быть внутри музыки и чтобы выразить не только красивые звуки, но то, что надо, то, что произведение требует.